Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами учимся искусству закаливания в студии Екатерина Орлова и Михаил Кириллов. У нас в гостях Виктор Николаевич Москвин, доктор технических наук, профессор, рекордсмен по марафону в холодной воде. Здравствуйте! Доброе утро! Но закаливание, оно все-таки действительно искусство. Извините, я хочу поприветствовать всех, кто нас смотрит. И всех, кто хочет завтра окунуться в холодную воду, в крещенскую воду, и будут некоторые рекомендации, которые, конечно, имеют индивидуальный мой характер, но они основаны на моем опыте долгого плавания в холодной воде и перехода от маржа к марафонцу в холодной воде и рекордсмену мира по марафону в холодной воде. Так, ну давайте начнем сначала. Как человеку, вот я захотел завтра купаться, что мне делать? Михаил никогда раньше этим не занимался, но вдруг ему взбрела в голову такая идея. С чего начинаем? Да. Вот этот шутливый вопрос, который вы мне задаете, имеет очень четкое обоснование внутренних у человека. Для того, чтобы вы что-то захотели получить высшее образование, для этого вы должны захотеть получить это высшее образование. Для того, чтобы окунуться в прорубь, для этого вы должны захотеть окунуться в проруби. То есть у вас должно быть желание, большое желание, иногда непреодолимое желание. Почему? Потому что любое экстремальное воздействие на человека, оно связано с преодолением. И вот это преодоление, к преодолению человек не привыкает по жизни. Он любит комфорт, он любит, чтобы было тепло, любит, чтобы вовремя батареи были горячие, любит, чтобы вовремя было прохладно. То есть вот тот комфорт, к которому он привык. При моржевании он исчезает полностью, и человек, готовясь к нему, испытывает определенный страх. Так вот, для того, чтобы, первое, для того, чтобы окунуться в прорубь, необходимо большое желание сделать это. А большое желание, оно всегда связано либо с тем, что здоровье подшатнулось, либо с тем, что человек хочет оздоровиться и прожить дольше, либо с тем, что кто-то идет в прорубь, и он готов с другом или с подругой пойти в прорубь. Ну, то есть желание есть, к примеру, да? Нет, у меня на самом деле я, ну, там, года два назад хотел, но мне отговорили. Вот желание есть, что дальше-то, как идти и делать? Должны же быть какие-то возможности организма, это же не просто такое хотение. Конечно. За пределами вот сегодняшней записи мы с вами говорили, что для того, чтобы ребенок приучился к морожеванию или к какому-то воздействию на свой организм, необходимо, чтобы его родители этим занимались, чтобы это по наследству передалось, понимаете? И когда мы говорим о том, что человек должен быть готов, для этого он должен же в семье пройти определенный тренинг, и для этого он должен выработать определенные навыки к этому. И поэтому я еще раз повторяю, что если сегодня у нас повально будет увлечение купанием в крещенские морозы, то это не значит, что все наше население готово окунуться в прорубь. Обычно это делают либо из-за того, что это показательный, либо для того, что он хочет выделиться каким-то образом. Но некоторые это делают постоянно. Допустим, я постоянно плаваю в холодной воде, каждый день, а моржуюсь четыре раза в неделю, сейчас вот. То есть у меня это непрерывно... Так, 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 моржуюсь, это что? Ну, окунаюсь в прорубь, немного плаваю и так далее. Четыре раза в неделю. Ничего себе! Так, ну то есть, если я родился не в семье моржей, что делать? Как же династию начать? Для этого должен вам привести пример. Например, недавно у нас на проруби, на котловане Горский приехала группа будущих журналистов из Новосибирского государственного университета. И один из студентов решил искупаться. Да. Ну, у нас для этого есть баня, для этого нужно еще что-то, чтобы тебя согревало. Ну, это прежде всего те люди, которые тебя окружают, которые тебя поддерживают, которые имеют опыт и так далее. И вот он окунулся. Один раз окунулся по шейку, другой раз окунулся с головой, вышел и сказал, вот теперь я буду закаливаться и моржеваться постоянно. Не знаю, сделает он это или нет, постоянным закаливание, но я бы ему рекомендовал это сделать. И если вы хотите окунуться в прорубь, в клещенские морозы и все прочее, вы должны сделать, моя рекомендация, сделать это постоянно. Не однократное воздействие в год, а однократное, допустим, в неделю или двухкратное в неделю. И тогда будет эффект закаливания. Вот здесь вы сегодня говорили, что закаливание в холодной воде. Я вам сделал замечание, что закаливание может быть не только в холодной воде. Поэтому я и сделал замечание, я это знаю. Но и в горячей. Как это? Ну, в бане. Это тоже закаливание? Закаливание, конечно. О, баню я люблю. Баня, то есть вы нагреваете организм, а потом охлаждаете его. А здесь охлаждаете организм, а потом его нагреваете. То есть закаливание – это, по сути, стресс, да, выведение, ну, как бы для организма? Ну, если грубо. Закаливание осуществляется разницей температур, которые воздействуют на тело. Ну, то есть, по сути, если я буду купаться только раз в год, это не будет закаливание? Я думаю, конечно, нет. Вот вы говорите, что закаливание – это вообще полезная такая штука. Вот я почему не стал купаться, когда два года назад? Я потому что боялся заболеть. Ты боялся причем, какой спорт. Я боялся заболеть. А вот действительно ли оно помогает, наоборот, для здоровья, вот это закаливание, постоянное купание? Вот, то есть, тоже личный пример. Позавчера у нас как раз было купание, вторник, четверг, суббота и воскресенье. Вот я моржуюсь и купаюсь. То есть, у нас есть люди, которые приходят, могут прийти и искупаться, принять сауну вместе с нами, но некоторые из них пропускают. И приходят, и немножко сопливят. А-а-а, то есть, регулярно. Да, и приходят, и говорят, Виктор Николаевич, как сегодня? Мне нужно в прорубь? Можно или нет? Я говорю, не только можно, но и нужно. Даже с соплями? С соплями, конечно. И, конечно, и вот эта разница температур, которая воздействует на человека, она и выводит его на нужный режим. Ну, а вот, когда первый раз, нужен ли какой-то наставник или какой-то человек, который уже умеет это делать, или можно самому просто плюхнуться? Мы рекомендуем это сделать, и очень часто, когда к нам приходят, значит, новички, особенно молодые девушки, снимают, они, извините, не в купальнике, а в стринге. Да, 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 знаем мы такими. Да, и вот они приходят и говорят, что они хотят, значит, вот, начать моржеваться. Ну, и так далее, меня, как старшего, просят посодействовать этому, и я в очень строгом таком тоне, говорю, все, со мной спускаемся к проруби, я беру за руку, идем, рука трясется, я говорю, заходим, заходим, и говорю это все очень в жестком таком режиме. И человек под этим руководством, он первый раз окунается, выходит и хочет убежать в сауну, а мы говорим, не надо, постой, вот, постой на морозе. И через минуту у человека начинается включение внутренних согревающих механизмов, и он говорит, ой, а мне тепло стало, тепло, теперь в баню. Угу, вот так. Когда уже и не хочется. Нет, нет, нет. Такой дух противоречия. Нет, нужно обязательно, потому что вот это очень быстро, не у тренированного человека, быстро вот это состояние проходит. А у тренированного человека это, значит, очень долго не проходит, и люди могут в этом состоянии находиться по нескольку часов, вот в таком, когда они включили внутренний обогревающий свой механизм. Это, конечно, печени легкие, которые у человека должны быть здоровыми, и они как раз вот этот, поддерживают нужный температурный режим. Ну, а в целом, вот, если брать всех людей, вот любому человеку это подходит? Просто есть же какие-то противопоказания. Вы знаете, что, конечно, я скажу, что в принципе любому, но для этого вы необходимы, конечно, посоветоваться с врачом. Чтобы у вас не было каких-то вот таких заболеваний, которые моржевание просто усугубит. Поэтому вы должны четко понимать, что если у вас есть какие-то отклонения, то вы можете просто ухудшить свое состояние. А моржевание должно только улучшить. Но подробнее о закаливании мы поговорим после небольшого информационного блока. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем искусство закаливания. Давайте подробнее все-таки остановимся на такой теме, как противопоказания. Ведь не всегда, не во всех случаях, во время насморка, болезни можно окунаться. Вот давайте поговорим. Сейчас как мало, что начало. А у нас это, мы меняем концепцию передачи, мы теперь говорим о здоровье. Это совершенно правильный вопрос. И когда я до этого говорил, что девушка пришла с опливила, да? Да. И она пришла, и первое, что я задал, есть температура или нет? Если есть температура, моржевание сразу противопоказано. Второй вопрос, который очень часто людей, которые хотят окунуться в прорубь или закаливаться, они все время это связывают, особенно на крещенские морозы, на крещение. Очень многие приходят и приносят с собой спиртное. В категорической форме этого нельзя делать. И вообще я советую всем людям исключить воздействие спиртного и наркотического на свой организм. Абсолютно исключить. Не просто в какие-то периоды, а просто абсолютно исключить это. И тогда вы поймете, что в этой жизни есть более радостное воздействие на организм. А почему в связи с чем-то нельзя? Миша так погручнел. Видимо, не сильно радует его так перспектива. Мне нужно докопаться до истины. Почему нельзя? А что, спиртное? Да. Ведь дело заключается в том, что вообще воздействие спиртного на организм, оно имеет... Это же закалка. Нет, 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 ну что вы. Дело заключается... У кого какое закаливание? Дело заключается в том, что вы выводите организм из нормального состояния, когда воздействует на него спиртным. И это вот то, что вы вывели из этого состояния, и дополнительное воздействие холодом приведет не к положительному результату, а к более худшему результату воздействия. То есть двойное выведение организма из себя ни к чему хорошему не приводит? Нет. Одно дело, конечно, моржевание. Да. И то его нужно делать поэтапно. Вот давайте мы разберем сейчас вопрос. Многие хотят окунуться на крещение. Да, да, конечно. И каким образом вот сама технология подготовки. Значит, первое, что вы должны будете сделать, вы должны подготовиться не к окунанию в прорубь, а уже к тому процессу, который связан с выходом из этой проруби. А оказывается, что вы должны с собой захватить полотенчико для ног, на которые должны будете встать, полотенчико для обтирания, значит, сухое белье, которое вы наденете после того, как побываете в проруби. Вот обязательно взять с собой чай, горячий чай в термосе или кто-то должен его иметь, потому что это воздействие, да, и вы, если первый раз, вы должны находиться рядом с этим, который может вам помочь. Либо снять мокрую, значит, с собой купальное костюм, снять, либо дать чайку, либо еще что-то сделать, чтобы он за вами поухаживал, потому что вы будете находиться, если вы это первый раз делаете. В стрессовом состоянии, потому что это воздействие выводит человека из нормального состояния, вводит в стресс, и в стрессе вы можете сделать абсолютно не то, что нужно. Поэтому должен быть обязательно человек, который находится рядом с вами. Ну, а вот если перед окунанием все-таки вот с утра надо проснуться, там, выспаться или что сделать? Начинать с холодного душа. Нет, 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 нет. Вы должны вести нормальный образ жизни, который вы вели для этого, до этого. Единственное, что вы должны, конечно, психологически подготовиться к этому воздействию, холодовому воздействию на организм. И это должно быть связано с вами, с вашим внутренним миром. И как только вы утром просыпаетесь, вы можете очень долго не спать, потому что для вас даже мысль о том, что вы сегодня будете окунаться в проруби, приводит к тому, что уйдет у вас возбуждение какое-то. С этим возбуждением вы должны поехать, спокойно все делать, ничего не принимая. Значит, следующий момент. Перед окунанием вы должны немножко размяться, пробежаться, сделать небольшую гимнастику и так далее. Или немножко разогреться. Выпить немного чая, немного, а чуть-чуть чайку выпить, согреться, успокоиться и, конечно, пойти в прорубь с людьми, которые, значит, могут вам просто помочь. Либо это опытные люди, которые уже не первый раз моржуются, либо это ваши друзья, которые находятся рядом с прорубью, они находятся в одежде, вы смотрите на них, они вас подбадривают, и вы таким образом идете. А первый раз, когда мы окунаемся, сколько секунд можно пробыть в проруби? Да, вот на крещение все советуют трижды окунуться с головой в прорубь, там, перекреститься. Да, да, да. Да, и все. И выйти. Не больше. Вот первый раз нужно все не больше. Потом, когда вы согреетесь, выпьете чайку, у вас появится радость, которая была у меня, которая была и есть у многих людей, которые моржуются. Вот эта радость и должна остаться у вас не на один день, не на два дня, а на всю вашу жизнь. И вы будете продолжать моржеваться, ну, купаться в холодной воде осенью, весной, плавать в воде, значит, вот, круглогодично или летом. И вот в этом отношении детка Порфирия Иванова, она очень полезна. Если кто-то не прочитал ее, прочитайте. Она очень полезна, потому что он советует купаться в открытых водоемах, купаться в любое время, и это будет полезно. А вот в обычной, если летом в воду, ну, там, 20 градусов, вам жарко там или нет? Нет. Дело заключается в том, что любая температура воды менее 30 градусов, она охлаждает человека. А, ну да. Понимаете? То есть разница температур, у вас 36,6, допустим, а вода 20 градусов. И это уже идет закаливающий эффект. И вы, только единственное, что если вы заходите в прорубь там быстро, там, несколько секунд, минута может быть, то когда вы вот в воде 20 градусов, вы можете пробыть, ну, допустим, 10-15 минут. Самое главное здесь не переходить грань. Если вы чувствуете дискомфорт, вы должны выйти из воды. Вообще я всем советую все время все делать с радостью. Получите удовольствие от того, что вы делаете. Получите удовольствие от того, что вы себя преодолеваете. Это главное. Получите удовольствие от того, что с вами рядом находятся ваши близкие люди, ваши те друзья, которые с вами в этот момент. Ну и давайте, наверное, разберемся, как у вас-то это все началось. Как давно вы получаете радость от этого процесса? Это было так давно. Значит, насколько я себя знаю, я все время был спортивным мальчиком. И я вам должен сказать, что я окончил Маршанскую среднюю школу Каргатского района. И в нашей средней школе все время был спортзал. И в этом спортзале были гимнастические снаряды. И эти гимнастические снаряды были в каждой школе. Понимаете? И мы, ну и все школьники приобщались к гимнастике, приобщались к бегу на лыжах. И это было постоянно. Я сейчас смотрю на 212-ю школу, которая находится рядом со мной. Туда ходит моя внучка. И стадион, который находится рядом, он представляет из себя жалкое зрелище. А жалкое зрелище почему? Потому что все говорят, нет денег на спорт, нет денег на медицину, нет денег на науку, нет денег на пенсии и так далее. И денег нет. Должен вам сказать, что в мире переизбыток денег. Их некуда девать. Их вывозят мешками, самолетами. Как-то вы издалека начали. Нет, я почему. Надо вкладывать в спорт развития. Во-первых, нужно вкладывать все. Вот если есть семья, и многие хотят, чтобы их дети занимались каким-то спортом. Попробуйте сейчас найти хорошую секцию. Хорошую секцию. И поместить, ну или записать туда своего ребенка. И вам сразу скажут, что эта секция платная. Понимаете? Все коммерциализовано. Если вы хотите получить хорошее медицинское обслуживание, вы куда должны пойти? В коммерческую медицинскую структуру. Вот так вот Виктор Николаевич стал. А прорубь бесплатна. А прорубь бесплатна. Так вот, я себя считал достаточно спортивным. И я вам должен сказать, что если перечислить все те достижения, которые у меня были, то я хочу сказать, что у меня был третий разряд по легкой атлетике, второй разряд по бегу на лыжах. Но я занимался велотуризмом. И первый рекорд, который мы установили, новосибирская команда, мы объехали вокруг Байкала на велосипедах. 24 суток. Мы объехали вокруг Байкала, правда, минуя ту северо-восточную часть, где там буревом и там проезда нет. Но говорят, что сейчас лес там вырезали и там, так сказать, очень хорошо. Я предлагаю Виктора Николаевича еще раз к нам пригласить, потому что у него очень много информации. Мы до него все-таки до сути доберемся, как же вы стали тем, кто им являетесь. Хорошо вам. Хорошо. Напоминаю, что у нас в гостях был Виктор Николаевич Москвин, доктор технических наук, профессор, рекордсмен по марафону в холодной воде. Спасибо. Спасибо вам.